михаил мишустин выступил на выставке инопром 2220 22 черт его знает что это за выставка я так понимаю что у путина есть петербургский международный экономический форум а значит для тех кто поменьше есть вот инопром вот ну во первых он заявил что цели россии это перейти от догоняющей модели развития к опережающей тут все 30 лет догоняем никак не догоним значит необходимо выстроить технологический суверенитет стране обязательно вот из каждого утюга технологический суверенитет должен сочиться значит ну вот да россия не видит себя без мощного флота мощного такого флота нужна глубокая локализация судостроения ну вот да и в отдельных отраслях есть спад в отдельных отраслях экономики но это не критично ну для него видимо не критично для россиян будут тут другой вопрос и конечно же официально заявляет что дефицит и лекарств и электроники в россии не будет и вообще он потребовал немедленно научиться производить лекарства без иностранного оборудования ну что же это такое от кого он это требует я просто не понимаю выходит руководство страны которое должно решать эти задачи добиваться достигать этих целей и население которое оплачивает зарплаты налогами обеспечить их деятельность должно спрашивать а почему вы до сих пор это не сделали и они выходят мы требуем нужно обязательно выпуск лекарств наладить вы марсианам рептилоидам американцам кто за вас то это должен сделать народ который вам оплатил своими налогами чтобы вы эту результат этот результат достигли он что ли виноват народ что ли выходит и перед кем-то толкают для кого-то непонятно кому постоянно ставится эти задачи господин мишустин вы должны вы как руководитель вы как человек наделенный полномочиями у которого монополия на принятие решений и выстраивание этой позиции если вы не можете складывайте к чертовой матери себя полномочий и на все четыре стороны у власти будут люди которые не просто могут которые хотят которые мотивированы чтобы эти задачи достичь они вот эти бесконечные разговоры 30 лет надо сделать нужно достичь нужно обеспечить вы за 30 лет не сделали простите ни хрена вот ничего не сделали кроме бесконечных слов надо ну хотя если вам и придется это говорить ну к месту так сказать это будет сказано то только в зеркало вставать с утра и говорить нужно добиться выпуска отечественных лекарств и там с другой стороны отражение которое уместно да будет это все выслушивать будет это может быть воспринимать да вот эта тема мы должны достичь опережающей экономики не догоняющей опережающей господин мишустин вот как по по идее да по логике по справедливости должно выглядеть как руководитель правительства должен быть конкретный план календарный план с четкими задачами ответственными и сроками исполнения где будет написано ребята мы формируем бюджет у нас монополия у единой россии в правительстве и в госдуме и в совете федерации поэтому мы выстроим бюджет таким образом чтобы финансирование на эти решения этих задач было обеспечено во вторую очередь нам нужна законодательная база чтобы по закону те или иные уполномоченные компетентные органы имели на это право и соответственно могли принимать такие решения и далее уже будет антикоррупционное законодательство правоохранительная надзорная деятельность осуществляться чтобы все это там никто за рамки не вышел ничего лишнего себе в карман не положил но блин никакого плана нет сколько уже мишустин мишустин наверно с девятнадцатого до года мне кажется ну он прям перед перед нет он прям перед на кризисом да 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 с девятнадцатого может быть даже двадцатого года но блин но несколько лет уже вот как не было плана вообще вот так до сих пор и нет но однако есть голословные популистичные заявления нужно добиться кому нужно добиться то если народ у народ нет возможности законы принимать нет возможности бюджет налоги наши народные деньги наши распределять это прерогатива правительства и единой россии да во всех органах власти но идут просто заявление надо надо не справляются вот у меня такое мнение что не не то что не способны не хотят эти задачи решать почему потому что пришли туда не за этим потому что у них там нули на банковских счетах вот это главная цель к чему на мой взгляд они стремятся что касается вот этих форумов да там инновации там и промышленность так далее вот у нас вчера вышел замечательный ролик просто очень ценная информация последние изменения в бюджет которые внесло правительство внесла единая россия они зарезали 600 миллиардов рублей на государственную программу развития промышленности повышение ее конкурентоспособности а какой к чертовой матери может идти конкуренция речь развития там новых технологий если сокращается финансирование на эти ключевые отрасли государственная программа цифровая и радио электронная и радиоэлектронная промышленность зарезали убрали деньги научное цифровое развитие убрали деньги сельское хозяйство убрали деньги более полтора триллиона рублей забрали у экономики но не в плане того что они каждую копейку считают судим выделили денежки значит прокурором выделили денежки на си на помощников сенаторов и росгвардейцев нашли денежки вот чем сегодня занимается власть и руководство правительства но чтобы народ не догадался чтобы люди дальше наивно считали что там наверху спят и видят чтобы народ жил лучше и нужны красивые заявления которые зауалируют скроют да как-то сделают непонятной реальную ситуацию в стране и в конечном итоге идут красивые популистичные заявления на фоне полного отсутствия реальной деятельности реальной работы деньги олигархам деньги банкирам нефтяникам центральному банку с правительством чтобы они на них сидели как собака на сене а страна дальше будет загибаться в целом да ну что это что что это за вот эти форумы да что это за какие-то непонятные мероприятия это просто площадка через который можно лапши на уши людям навешать которую у телевизора будут сидеть с открытым ртом да в анабиозе играть ё-моё какие же у нас руководители хорошие а почему не получается ничего за за окном камень на камень осталось 30 лет эффективно управленцы работают а это не они это америка во всем виноваты это марсиане это рептилоиды это масоны во всем виноваты а на самом деле нету нужно видеть за заявлениями политиков интереса класса есть не идут заявления за ними нет никакой деятельности для чего это делается для того чтобы прикрыть реальную деятельность который проводит власть а какая-то реальная деятельность не в интересах людей было бы в интересах людей тратили бы на народ наши народные деньги наши бюджеты а этого не происходит друзья делайте выводы